Дорогие друзья, всем снова здравствуйте! Вы на канале Купить недвижимость в Испании. Меня зовут Анна, я агент по недвижимости в Валенсии. Агентство называется Испания Инвест. Дорогие мои, смотрим с вами последнюю квартиру, которую я отремонтировала летом 24 года. Слава тебе, господи, это все закончилось, но начнется сначала, буквально через месяц. Друзья, мы с вами находимся в районе Торифьель и Бениколаб на стыке двух районов, даже скорее это будет Бениколаб. Квартиру мы с вами видели до ремонта, маленькая, скромненькая, очень уютная квартирка, ну тогда она не была такой уютной. Сейчас она стала гораздо лучше, мы ее отремонтировали, у вас есть возможность посмотреть на нее и узнать, сколько что стоило, и сколько стоил ремонт, и сколько он длился, и так далее, и так далее. Поэтому мы сейчас с вами направляемся к входу, или к выходу, и оттуда начнем наш обзор. Погнали! Начинаем с вами обзор. Мы находимся на стыке районов Бениколаб и Торифьель, скорее в Бениколабе. Улица Хенеральё Рэнс, мы с вами ее видели до ремонта. Что? Здесь, собственно, планировка не поменялась, мы не сносили стены, мы вообще ничего не делали, кроме как привести в божеский вид все это дело. Что мы здесь имеем на входе? Положить вещи, да, вот такой вот столик большой, и дальше у нас полочка. Ну, это не мой стиль совсем, я такое вообще не покупаю, но хозяин сказал, Аня, мне надо, чтобы было все просто светленько. Ну, я ему говорю, слушай, ну просто светленько, ну прям вообще грустненько. Да, говорю, давай хотя бы сыграем на контрасте там черно-белое. Поэтому у нас, в принципе, серо-черно-белые тона везде. Вот, вешалка такая черная с темным, ну и зеркало здесь, как всегда, чтобы мне на себя посмотреть, черное зеркало. Так, ну что, двигаемся дальше. Двигаемся с вами по коридору, по коридору. Здесь мы находим домофон, кстати, мы его не поменяли, он старенький остался, но ничего, он, в принципе, фурычит, и ладно. И мы попадаем на кухню. Хотели сломать немножко стены, чтобы открыть, но, если честно, не имеет никакого смысла, поэтому заходим на кухню и смотрим. Все, что мы здесь находим, да, что мы здесь имеем? Мы здесь имеем, соответственно, шкафчики, ну то есть все банально просто, да, как обычно, в черном стиле, все это с белым, черное, сочетание черным с белым. Здесь дыра. Почему дыра? Правильно, здесь будет когда-то посудомойка, но в августе делался ремонт, купить посудомойку в августе невозможно. В магазинах купить невозможно. Доставка через, там, через месяц, ну смысла никакого нет. Можно купить онлайн, будет быстрее, но онлайн я опять покупаю за свой счет. А у меня немножко замучилось покупать все за свой счет, чтобы мне потом пересылали. Короче, в сентябрь настанет, спокойно купим, и все приедет, и ничего страшного. Так, что мы здесь имеем? Вот чайничек, да, все под цвет, под тон. Вот, обычные шкафчики, да, подсветка. У меня любит этот ремонтник делать подсветки, ему нравится очень. Ну, это здорово, что, конечно, пусть будет. Вот, и сюда мы проходим, здесь у нас плита, духовка и стиралка. Значит, что касается вот этой красавицы микроволновки, она просто здесь вообще не помещается. Поэтому я докуплю потом столешницу, вот сюда, и мы ее поставим на столешницу, потому что это будет прыгать, и, ну что, они будут вместе прыгать, да. Окна мы здесь не меняли, окна так и остались. Потому что, собственно, зачем? Помните, здесь была стена? Здесь была вот так вот стена, вот так чуть-чуть, да, дальше ее уже не было. Ну, в общем, мы все снесли, все сделали красиво, фотки вам вставляем и видео, как оно было до. И у нас здесь небольшой столик. Вообще, квартира рассчитана на максимум 4 человека. Этот столик предполагался в другом месте, покажу вам сейчас, когда пойдем. Но пока сюда заезжает маленькая семья, она уже заезжает. Вот сейчас мы с вами снимем, и через час заезжает. Вот у меня тут уже договор готов, все готово. Сдалась она еще до того, как была готова в ремонте. Люди пришли, посмотрели, как есть, и, соответственно, взяли. Так, небольшой столик, все, да, едем дальше с вами. Едем дальше. Ну, холодильник, понятно, тут все как бы, все как обычно. У холодильника практически везде меняются дверцы. Для тех, кто не знает, дверцы в холодильниках можно поменять. То есть все дверцы тут открываются правой рукой, а нам нужно левой. Соответственно, у меня все клиенты перевешивают дверцы. Э, в смысле клиенты, говорю, все работники. Так, идем дальше. И заходим с вами в замечательную гостиную. Вот такая у нас гостиная. Стол предполагается здесь. То есть если будет там много людей, им будет негде сесть, да, соответственно, стол предполагался здесь. Но сейчас, так как маленькая семья, я думаю, им там хватит места. Что мы здесь имеем? Да, все, собственно, скромно и со вкусом. Серо-белые тона. Все такое. Вот это я взяла не новое. Это БУ, да. Но оно в отличном состоянии, как говорится, сэкономили денег. А деньги экономить нужно, товарищи, потому что, блин, их вечно не хватает. Так, лампа тоже БУ. Я нашла замечательную лампу. Интересно, она работает? Работает, представляете? Так, и у нас вот здесь такая красота. Кондиционер один здесь, второй с другой стороны. И вот эту. Вот вы мне сейчас скажете, Аня, это что? А я вам расскажу, что это. Эта хрень должна была быть выкинута со всем остальным хламом. Но работник сказал, что это, Аня, это замечательное кресло, ты ничего не понимаешь, его нужно здесь оставить. Я говорю, ты шутишь? У меня будет все прилично и вот это. Нет, Аня, нужно оставить. Я говорю, короче, я тебя заставлю все равно это выкинуть. Все, ремонт закончился, я прихожу, говорю, выкидывай вот это. Он говорит, не могу выкинуть. Я говорю, почему? Говорит, хозяева, фу, клиенты, которые заезжают, арендаторы попросили кресло оставить. Я говорю, что ты врешь? Он говорит, позвоним, спроси. Я им звоню, говорю, вы что хотите кресло оставить? Он говорит, да, хотим оставить. Я говорю, хорошо, я вам его оставляю с одним условием, при выезде из квартиры вы это забираете с собой, на помойку куда хотите, да, хорошо договорились, ну вот все, вот оно здесь стоит, это не я, я такое не оставила бы. Дальше, у нас здесь с вами замечательный балкон, на который нам, балкон-мини терраса, на который нам с вами нужно выйти, обязательно, и все проверить. Так, вспоминайте, да, он смотрит, мы с вами находимся на улице, которая ведет в тупик, да, соответственно, мы смотрим с вами на крыше, вспоминайте, вспоминайте, как оно было, причем, по-моему, когда мы с вами смотрели квартиру до ремонта, вот эти дома были облезлые, вот эти бледно-розовые и бежевые, а сейчас они покрашены, но, возможно, я ошибаюсь, для этого вам нужно вернуться на ролик, номер какой-то, я не помню, мы вам сейчас подписываем, и посмотреть там, как тут было. Но, в целом, мы на шестом этаже, в доме с лифтом, вы посмотрите, никто не будет орать у меня под окнами, ну, кроме голубей и чаек, да, никто не будет что-то там, как говорится, да, беспокоить, вообще идеально, идеально. Ну, собственно, вот так вот у нас, это я заказала скамейку, ну, посмотрите, какая классная скамейка, я прям не могу на нее, прикольная скамеечка такая, и вот, все, вам подпишу, что сколько стоило. Столик тоже замечательный, на мой взгляд, вот так вот сел, и сидишь, пьешь чай, и смотришь там, я не знаю, куда-нибудь, ну, красота, слушайте, вообще красота, да, причем здесь, в принципе, можно принимать солнечные ванны, голышок, и никто вас не увидит, потому что далеко, но если только оттуда, ну, а какая разница, ну, пусть смотрят, ну, пусть люди радуются, ну, что. Вот, и здесь, с этой стороны, немножко декора, так, да, чтобы разбавить кондиционер, как говорится, да, ну, вот он дует, и вот бутылочка. Значит, так, часто меня спрашивают, что это за бутылочка, и почему вы не делаете слив? Товарищи, у нас ванная находится очень далеко, слив должен делаться с минимальным расстоянием, если его сделать очень далеко, но нужно ставить специальную бомбу, и не знаю, как она на русском называется, здесь говорят бомба, то есть, который, насос, который откачивает, вот, насос и называется, собственно, который откачивает воду и гонит ее до ванны, он постоянно ломается, проще сделать бутылочку, реально, с этой бомбой, она стоит, там, 60, 70, 100 евро, и постоянно ее надо менять, ну, это дурацкая идея, короче, поэтому бутылочка, можно ведро поставить, можно таз, все, что хотите поставить, просто это надо выливать. Так, ну что, закрываем двери, потому что здесь прохладненько, у нас хорошо, вот, и, собственно, что, продолжаем разговор, да, продолжаем разговор, идем с вами вот в эту комнату, что, первая маленькая спальня, выглядит она вот так, все стандартно, мы с вами привыкли, шкаф, письменный стол, кровать, тумбочка, стул, все, вот здесь у меня еще зеркало, мы не знаем, куда его присобачить, вот, но, так как заедут люди, мой ремонтник сказал, слушай, они, когда заедут, они решат, куда его повесить, и я приду, и им повешу, куда они хотят, вот так, вот, мы любим своих арендаторов, чтобы вы знали, ну, что, здесь все банально просто, да, там, занавески все везде одинаковые, да, чтобы, как говорится, далеко не ходить, и, в принципе, все довольно неплохо. Двери, кстати, обратите внимание на двери, с черной полоской, с черной ручкой двери, очень мне понравились, сколько стоит, ну, где-то они выйдут 140, то есть они стоят 120, сами двери, но мы к ним покупаем косяки, вот эти вот, да, топеты, они здесь называются, я не знаю, как это называют, наверное, косяк у нас называется, косяки, дверная коробка, там, вот эта ручка, ну, вот это все, все вместе, это выходит где-то 140 евро. Так, и вторая комната у нас, ну, в принципе, хотела ее сделать зеркальной, то есть стол должен идти сюда, и за ним еще один стол, да, но что-то так у меня работники вот поставили, вот некрасиво, чтобы вам было некрасиво, что называется, да, потому что, видите, тут балка, и у нас занавеска привешивается прямо, ну, очень, очень, это самое, ну, далеко она отстает, значит, надо стол отодвигать, короче, это неудобно, ну, да ладно, так как комната, скорее всего, не будет использоваться, уже как есть, как так и есть. Дальше, вот такие у нас картины, вот если вы далеко отойдете, вы подумаете, что это ниши сделаны, и в нишу вставлен цветочек, очень крутые картины, это 3D-эффект, да, очень классно, нет, это просто наклеечки замечательные. Едем дальше, ванная, красавица ванная у нас тут есть, значит, что, она маленькая, вы сюда сами заходите, ладно, так и быть, зайду, спрячусь в ванной и буду вам рассказывать, значит, что мы здесь имеем, а здесь мы имеем сильное эхо, опять все черно-белые тона, на мой взгляд, очень неплохо, вы сейчас смотрите и все видите, да, ну, классно, еще мне вот идею тут подали ремонтники, чтобы было куда поставить вещи, и их не надо было сверлить, мы вот такую вот штучку теперь покупаем, хорошая идея, я ее, конечно же, приняла, и с удовольствием буду использовать, вот повесил, красиво, прилично, стильно и классно. Так, еще вещь, помним, для тех, кто первый раз на канале, первый раз смотрит, как мы делаем ремонты, тут со всеми остальными, да, смотрите, мампара, что такое мампара? Правильно, те, кто меня давно смотрит, они знают, мампара это вот это стекло, значит, смотрим, да, стекла всегда, советы вам, покупаем в пол, никаких колесиков внизу быть не должно, стекло в пол, то есть оно должно не, ну, они есть такие же, которые не открывающиеся, а ездящие, но они ездят наверху, а внизу они не ездят, это важно, вот эту штучку, видите, этой штучки здесь быть не должно, но у меня в одной из квартир заселились люди, и сказали, ой, вот это будет выливаться, точно будет выливаться, сделайте что-нибудь, я сразу же сказала, чтобы мне здесь сделали вот такой вот бортик сразу, да, я не помню, с чего он его сделал, с чего-то, короче, он его сделал, сразу такой бортик, чтобы вода останавливалась, не выливалась, ну и смотрите я тут уже натоптал молодец а вот и в принципе довольно неплохо так ну и что мы здесь имеем здесь у нас унитаз мы его не меняли а мой работник сказал а не ты не понимаешь на самые крутые унитазы и почему крутой старый нет ты не понимаешь он шикарно смывает так уже давно не делают хорошо пусть будет стороне нас дверь мы окном и заменили и главное смотрите вот имейте возможность посмотреть как говорится прям в пекло самое мой работник переносил сюда вот этот вот водный счетчик он у нас было вот так под этим самым унитаз стоял вот так и вот там был счетчик ну короче вы сейчас все видите мы вам вставляем кадры как говорится до катастрофы в основном не будет открываться но там должен быть доступ к счетчику а здесь вы можете видеть мой работник извернулся полупендривался что называется молодец молодец и поставил здесь вот такую подсветку это знаете чтобы вот я сейчас свет выключу и вот так вот я села и в интиме сижу и делаю свои дела вот вы представляете вот он обо всем позаботился чтоб все было в интиме так сидишь главное для телефона есть для книжки есть ну то есть отсюда выходить в принципе не надо спешить вот вот так вот у нас у нас и сделано выходим отсюда и попадаем в кладовку там есть есть вещи естественно да какие у нас тут вещи ведра швабры это самая гладильная доска бойлер почему сюда воткнули бойлер потому что не хотели его втыкать на кухне там стен практически нет и очень не хотел занимать место и сюда дотащила все вот эти вот трубы и вот это все сейчас я вам тут свет включу вот все сюда дотащили и вот здесь сделали бойлер я ему говорил давай сюда стиралку воткнем он говорит нет стиралка пусть будет на кухне хорошо пусть будет на кухне в общем вот так а у нас был прикол с дверью ой не могу я мы с этим ремонтником много лет работы уже там хорошо друг друга знаем да и уже лезем с советами так вот он ко мне докопался я говорю мы в целях экономии не будем менять эту дверь она останется старая я ее клею бумагой типа и еще грытаки ты с ума сошла это ужасно ужасно что это такое давай дверь поменяли горы так грюмой экономил деньги говорю потому что все дорого и ну не хочется чтобы человек тратил ну мой клиент до там тратил лишние деньги гублику эту дверь вообще никому не нужно будет нет они ты не понимаешь я так не могу я не буду так работать игру смеки ты не будешь работать быстро города вами делает он горит аня нужно поменять дверь я говорю за твой счет вы меняет дверь ты делаешь работу ты делаешь это Он говорит, хорошо, я делаю работу бесплатно, но дверь ты мне, естественно, покупаешь. Я говорю, хорошо, дверь я тебе куплю, но так как ты очень хочешь поменять эту дверь, ты это делаешь за свой счет. Он согласился, и вот у нас новая дверь. Молодец, видите, какая красивая дверь-то. А так бы было действительно не очень бы красиво. Так, едем дальше. У нас с вами осталась последняя главная спальня. Что? Тоже все элементарно. Так как здесь много места и большая комната, мы здесь поставили два стола. Фух, два стола, два шкафа. Вот они у нас, два шкафчика. Помните, я вам рассказывала, где я купила в другой квартире? Метр 17 плюс метр 17, получается метр 34. Вот они, метр 34, здесь и встали у нас. Так, что? Кровать, кресло-качалка, она здесь просто влезла, поэтому почему бы ее не поставить, да? Ну и здесь такое место, чтобы сесть, что-то, может быть, перед столом, там, да, почитать, я не знаю, посмотреть что-то и так далее. Так, здесь у нас из косяков, что? А я вам расскажу, что у нас из косяков. Идите сюда к шкафу. Так, вот полюбуйтесь. Зараза такая. Где у нас изголовье? Нет, блин, изголовье, не могу, я бесит меня уже все. Заказала, значит, на две квартиры семь изголовьев. Семь. Звонит мужик, я везу изголовьем. Я говорю, я не дома, естественно, да? Я говорю, вы мне можете в пяти минутах я, как бы, от дома, привезите мне их туда? Ну, в смысле, от дома, от этого имеется в виду, да? Хорошо, я тебе привезу. Привозит мне шесть изголовьев. Я говорю, где седьмое? Я не знаю, меня только шесть. Я говорю, ладно, говорю, все, едь, не нервируй меня. Ну, и что вы думаете? Через там полчаса звонит второй, у меня изголовье. Я говорю, ты не можешь его вот сюда довезти? Это пять минут тебе ехать. Нет, я никуда не повезу. Говорю, хорошо, я сейчас сама приеду. Нет, я тебя ждать не буду. Ты что, друг, охренел совсем? Это твоя работа, доставлять мне, блин, товар. Короче, он уехал, и все. Вот, понимаете, он звонит, как обычно это у доставки происходит. Я тебе звоню в дверь, ты не открываешь. Я говорю, ты нормальный. Время 11 утра в понедельник. Я говорю, я тебе почему должна открывать? У меня-то работа, представляешь? Я говорю, я работаю. Я дома не сижу и тебя не жду. Короче, эта гадина отправила назад и вернула мое изголовье. Представляете? Я ругалась с продавцом, да, потому что продавец, он отдает компании, и компания отвозит. Я ругалась с продавцом, говорю, мне не нужны деньги, возврат, мне нужно изголовье, и немедленно. Мы уже ничего сделать не можем, типа, закажите еще раз. Но я пока не заказала, потому что меня, блин, опять не будет. Вот сейчас люди заедут, я закажу, и они его примут. Ну, блин, ну как же бесит. То есть просто серые все изголовья, все одинаковые серые изголовья. Дальше, что мы здесь еще имеем? И кондей у нас здесь наверху. Вот можете на него глянуть. С той стороны кондей, и с этой стороны кондей. И, в принципе, на этом, наверное, и все у нас, да? И мы с вами теперь можем выйти, пройти куда-нибудь, там, я не знаю, на диван. И я вам что-нибудь расскажу. А, да, кстати, мы с вами не обратили внимания. Вон вертится вентилятор, видите? Как я вам говорила, теперь стараюсь ставить все с вентилятором. Сейчас я вам побольше сделаю. Побыстрее, чтобы он крутился, вертелся. Вот такой вот замечательный вентилятор. Очень удобно, очень хорошо он крутится. И, ой, прям так, так, так хорошо. И, на самом деле, кондей не нужны. Сейчас я это все выключаю, и он успокоится, и погаснет. Так, идем дальше. Свет выключаем везде. И присядем с вами где-нибудь. Ну что, друзья, товарищи, посмотрели с вами замечательную квартиру. Очень здорово. Впервые я сделала черно-белый ремонт. В принципе, я давно хотела его сделать, но я просто не понимала, как это делать. То есть, для меня такие вот, вы знаете, там, серые, черные тона, для меня скучновато. Но, на самом деле, мне очень даже кажется неплохо получилось. Вот, и, собственно, посмотрели. Можете писать комментарии, рассказывать, что понравилось, что не понравилось. Ну, а я продолжаю разговор. И, собственно, рассказываю вам, сколько это все стоило. И сколько длилось. Длилось около 4 месяцев. Это долго, сразу говорю. Почему долго? Потому что работник у меня, эта бригада из одного работника, да, учитывая, что он один. И периодически кого-то вызывает на помощь, конечно, это очень долго. Зато максимальное качество. Да, простят меня все остальные, да. Вот, но здесь реально этот человек делает максимальное качество. Поэтому мы с ним ругаемся постоянно. Потому что он постоянно лезет со своими советами. Доводит меня до белого коленя, я на него ору, он затыкается и делает спокойно. Так, что у нас здесь по ценам? Ну, мы вам подписывали, да, что я вспомнила, что я смогла, я вам подписала. Дальше, что еще? Общая сумма ремонта. Это капец, товарищи мои. В этом году это просто какой-то трындец с ремонтами у нас. Потому что я вам говорю, что будут одни цены, они по факту выходят совсем другие. Вышел здесь ремонт. Давайте так, я рассчитывала, учитывая, что квартира там, я не знаю, 60 метров, она реально маленькая. Раньше у нас такой ремонт выходил, раньше это когда? Ну, это, наверное, года там, может быть, 3 назад. В довоенные времена, давайте это назовем так. Ну, 25. То есть это где-то было, там, 13, где-то, может быть, там, 14, 13, 12 это была работа. И плюс там 10, 12 были материалы. Ну, это трындец, что происходит в мире, я вам скажу. Значит, сейчас я рассчитывала, что здесь ремонт будет, ну, тысяч 30, ну, прям максимум, прям вот потолок 30, потому что куда дальше? Думаю, ну, работники у меня взяли где-то 15-16, да? И думаю, ну, 15 у нас будут материалы, ну, 30, ну, мы влезем с головой. Я клиенту говорю, да ты не переживай, говорю, ну, больше 30 тут просто некуда. 37, дорогие мои. Вы представляете, 37 или 38 тысяч, я сейчас не помню уже. Я просто в шоке. Я клиенту говорю, слушай, говорю, как хочешь. Ну, человек говорит, ну, Ань, ну а что? Ну что, да? Кто-то там в панику впадает. Ну, это тоже можно понять, я спокойно к этому отношусь. Кто-то, кто-то говорит, ну что, ну как есть. Значит, смотрите, рассказываю. Во-первых, здесь были экстра работы, и я вам рассказываю об этом, чтобы вы понимали, что ремонт – дело тонкое, да, и требует терпения. Особенно для тех, рассказываю, кто говорит, вот, мне работник сказал одну цену, а там по факту потом выходит другая цена. Слушайте, люди, вот вы странные. Ну, я просто много уже работаю с ремонтами, я знаю, что это нормально. Если вы нашли нормального человека, которому вы доверяете, который вам делает ремонт, и который вам говорит, смотри, здесь еще вот это, и надо бы это отремонтировать, он не хочет вас обмануть, он хочет сделать как лучше. То есть, здесь у нас какие были косяки? Ну, которые я не учитывала, да. Первое – это нужно было менять кабель от подъезда, от щитка в подъезде до квартиры. Это удовольствие не дешевое. Ну, как не дешевое, не тысячи евро, но, я не помню, сколько мы заплатили, но 500 может быть запросто, да. Почему? Это зависит от того, если у вас щиток находится на первом этаже, и вам, ну, там, на нулевом этаже, и вам тянуть на первый, либо вам тянуть на шестой, как в нашем случае, да. Либо он у вас находится наверху, и вам тянуть, например, с восьмого до шестого, или с восьмого до первого. То есть, это будет влиять. То есть, кабель нужно тянуть, там, от щитка до конца до вашей квартиры. Это были экстра расходы. Потом мы поменяли входную дверь. Это тоже были экстра расходы. Это было, сейчас я вам скажу, 370 стоит дверь, плюс к ней всякая вот эта фигня, типа, не ручка, а типа это глазок, потом вот эти топеты, как они называются, вот эта облицовка вокруг, да, плюс доставка, плюс подъем, плюс работа, короче, 550 где-то это выходит. Ну, то есть, это тоже деньги, да. Я не помню, почему мы решили поменять дверь, но мы ее решили поменять. Дальше. Еще были работы на кухне, где мы снесли стену, вот эту вот половиночку стены, и когда все снесли, выяснилось, что пол сильно неровный. Прям очень сильно. Его пришлось просто заливать. Вот эту вот часть галерейную-балконную пришлось заливать заново. Это материал, это работа. Ну, ладно, в работу все вошло. Ну, а сам факт, я говорю, я своих работников, как говорится, пока еще сдерживаю в ценах, да, потому что, ну, иначе все, будет капец полный. То есть, они у меня как работали там, ну, там, 13-14, так они сейчас там 15-16, да, то есть, я стараюсь их держать в рамках. Если бы я их не держала в рамках, 20 был бы ремонт. Ну, 100% был бы ремонт 20 на такую квартиру маленькую, да. Вот, и, то есть, тут основной косяк у нас по ценам это материалы. Ну, это, ну, это просто. И я еще хожу с работником, говорю, как может получиться 37 тысяч, как? Он говорит, не знаю, как. Я говорю, это вообще ненормально, я говорю, ты взял за свою работу примерно так же. Говорю, как может быть 37 тысяч? Он говорит, Аня, а что ты хочешь? Раньше у нас кирпич, кусочек, один кирпичик стоил 17 центов. Сейчас он стоит 60 центов. То есть, если раньше мы покупали кирпичи, не считали и выкидывали, если у нас лишнее оставалось, то теперь мы их считаем. Потому что 60 центов и 17 центов это в три раза больше, чем в три раза цена. Говорит, вот эти вот топеты, вот эти вот вокруг этого самого, вокруг двери, они раньше стоили 7 евро штука, а сейчас 15 евро штука. Ваня, а что ты хочешь? И я, конечно, в шоке, друзья мои, но больше сказать вам, что у вас квартира, обойдется ремонт в 25, я не смогу. Я могу сказать 30-35, блин, на 60 метров. Ну, как бы тут вопрос не ко мне. То есть, вы видите, что здесь никаких экстраработ, здесь даже готелье не снималось. Здесь готелье осталось. Потому что если мы будем снимать готелье, то мы попадаем на 3 тысячи. Потом после снятия готелье у нас будут волнистые стены, и вы их будете выравнивать, и вам будет ужасно, и вы скажете, выравниваем, а это еще 3 тысячи. То есть, 6 тысяч на пустом месте мы просто с вами сейчас, да, ну, короче, ну, нереально. Соответственно, что касается доп. работ, то они появляются всегда. Нужно просто понимать целесообразность этих работ. То есть, ну, я всегда, вот у меня новички, новички пока молчат, а старички, я имею в виду из моих бригад, да, старички, они знают, я всегда ругаю. Почему ты мне не сказал? Ну, ты же экономишь, я говорю, стопэ, я решу сама, сэкономить мне на этом или нет, после того, как ты мне скажешь, в чем проблема. Если, блин, у нас проблема с трубами, то тут мы не экономим, мы меняем это 100%, да. То есть, ну, знаете, я это так рассматриваю, это как операция. На операционном столе вы лежите, хирург открыл вас, смотрит, ну, там, например, удаляет аппендицит, и вдруг нашел там у вас что-то еще. Нет, блин, он вас зашьет, и когда вы проснетеся, он вам скажет, знаешь, у тебя там еще опухоль была, но я ее не удалил, потому что, как бы мы с тобой это не обсуждали. Серьезно? То есть, сейчас мы это с тобой обсуждаем, и ты мне говоришь, хирург, что это надо удалить, и опять анестезия, и опять поднож, и опять мы режем, и опять мы оперируем. Серьезно? Нет, хирурги обычно, если они видят, что какая-то экстремальная ситуация, они удаляют это сразу. То же самое здесь, бригада, это хирург в квартире, мне нужно, чтобы он мне рассказал обо всех косяках, которые здесь есть, да, если он мне говорит, там, ну, слушай, там, я не знаю, здесь пол не сильно ровный, вот в этом месте, да, что будем делать? Мы смотрим, я говорю, так, говорю, давай отколем и зальем этот кусок, или давай подложку положим побольше, ну, то есть мы это вместе решаем, но мне обо всех проблемах нужно сказать, я должна знать и оценить масштаб трагедии. Поэтому я считаю, что когда вам работники говорят, что нужно сделать это, нужно сделать то, вы не истерите, типа ты меня хочешь обмануть, вы просто сами посмотрите и оцените трагедию, да. Я помню, у меня как-то был ролик, где клиент ругался с работником, потому что они были на связи, да, то есть работник красил, и у него из-за большого количества слоев начала просто откалываться кусками стена. Не стена, там была шуба от ГТЛ, а это шуба, это наплевывает специальный материал, он должен быть толстый. И он, и это ГТЛ было миллион раз покрашено, и когда ты его начинаешь красить еще раз, оно просто начинает все отваливаться. И человек ему говорит, здесь нужно, ну, как бы, что-то делать, потому что оно все отвалится. То есть там ГТЛ 300 слоев и 300 слоев краски. Ну, люди, ну, не надо мне вам рассказывать, что оно отваливается. Так вот, человек начал ругаться, типа, ты это специально сделал. Серьезно, серьезно, блин, я просто тоже красила стены, я знаю, когда это все отваливается, и у тебя на валике остается, и ты плюешься, и материшься, и не понимаешь, что сделать. То есть начать отрывать ГТЛ, а чтобы потом его восстанавливать, это никому не надо. Это лишняя работа, да, это деньги, но это лишняя работа. Человек, который ценит свое время, он никогда в жизни не будет этим заниматься. Он, наоборот, хочет быстрее закончить этот объект и бежать на следующий, например, потому что его ждут. Ну, это хороший работник, да. Будьте адекватными, когда делаете ремонт, и слушайте, что вам говорят, и оценивайте, вас хотят надуть, или вам действительно хотят делать хорошо, да. Дальше, что у нас с вами еще? Ну, в принципе, все, наверное, да, я вам так более-менее рассказала. То есть 37 тысяч ремонт, из них где-то там 15-16 это работа, а все остальное это, блин, материалы в квартире, где тут раз-два и разбежаться некуда. И это при всем при том, что у меня часть мебели здесь была БУ, а некоторые вещи мы вообще не покупали, типа, например, унитаз, да, ну и какие-то там, может быть, мелочи. Кстати, я вам не рассказала, сейчас видео покажем, даже мне не сказал, блин, гад, работник, он поставил два бойлера. Первый бойлер, который мы с вами видели, он в ванную, а второй бойлер он поставил на кухне отдельно и мне не сказал, потом же, по факту. Потому что было очень далеко туда тащить трубы, далеко ванная от кухни находится, и он, чтобы не тащить трубы, он там поставил внизу маленький бойлер, сейчас вам показываем, видите, такой маленький бойлер, который будет греть воду чисто для того, чтобы помыть руки на кухне, да. То есть посудомойка есть, в принципе, не нужно, но для этого вполне достаточно. Опять-таки, это лишний расход у нас появился, понимаете, лишний расход на этот вот мини-бойлер. Я не знаю, сколько он там стоит, 50-70, я не знаю, но сам факт, я не ругалась, потому что, ну, наверное, оно целесообразнее, потому что, знаете, почему, если провести трубу такую длинную, пока дойдет туда горячая вода, вы потратите столько воды, просто у вас будет очень большой расход воды, и это на самом деле не очень есть хорошо. Так, что, ну, в принципе, наверное, все, я думаю, мы с вами на этом будем заканчивать. Итак, я снимаю ролик конец августа, последние денечки августа, и я сегодня же улетаю в отпуск, сегодня же, и заселяются сейчас же люди. Ну, подводя итоги, я не сделала ничего из того, что я планировала сделать летом, ничего. А что я хотела сделать? Ну, первое, отдохнуть, ну, так это я разбежалась, это понятно, губу раскатала, я ее уже закатала. А второе, я хотела вам записать кучу интересных роликов, во-первых, я хотела вам записать районы, ни одного, чтобы вы знали района, мы летом не записали, ни одного вообще. Вот в самом начале, в последнюю неделю школы записали парочку, и все, ни одного района. И я вам хотела записать очень много интересных роликов на реально классные темы. Есть там темы, да, там, про оккупантов, это я уже три года вам пишу летом, ну, ладно, летом запишу. Короче, ничего не записала, в общем, вот так, вот так вот лето прошло. Сделала сколько я там, шесть ремонтов, и вот так вот замечательно. Все, друзья мои, всем пока. Хотела сказать, скоро с вами увидимся, собственно, вы-то видитесь со мной каждые два раза в неделю. Вот, но я сейчас пока стартую отсюда, подальше, поеду на пляж на море отдыхать, посмотрю хоть на море разок. И с сентября, с середины сентября, с октября мы с вами стартуем снова, с новыми силами. Вы, может быть, я со старыми уже, куда деваться. И начинаем опять, я начинаю опять свой рабочий год, который совпадает с учебным годом. Всем удачи, всем пока, будем на связи.